Утро от первого, мы на месте. Ты на нас заработал, включи этот ускорный поезд. Изов принято, уезжаем. Сегодня утром примерно 8 часов дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано на улице Адербекова в микрорайоне Нурсад. Здесь под колесами автомашины ВАЗ-2115 погиб студент одного из колледжей с Шымкента, переходивший дорогу. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Скорость автомашины была настолько большой, что правая часть автомашины в результате удара оказалась повреждена. Этот участок дороги не оборудован пешеходным переходом. Сейчас сотрудники ДПП выясняют подробности этого ДТП. Ночью примерно в час другое крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Забадан. В этой аварии столкнулись автомашины Киа и грузовой автомобиль. В кузове грузовика находился Мерседес. В результате сильного удара обе автомашины перевернулись на дороге. В этой аварии тяжелые травмы получил водитель Киа. Помощь ему оказали прибывшие на место происшествия врачи. Позже медики доставили его в больницу скорой медицинской помощи. По словам водителя грузовика, в момент ДТП его автомашина из-за технической поломки стояла на обочине дороги. Мы стояли здесь и перегружали Мерседес с кузова этой машины в другой грузовик. Сразу сгрузить не смогли, потому что заклинило колеса. Пока мы ремонтировали и выгружали автомашину, оттуда на скорости выехала Киа. Наш замдиректор стоял возле машины, кричал водителю «стой, стой», но тот его, видимо, не услышал. Машина врезалась в грузовик, замдиректора еле успел убрать ногу. Потом автомобиль развернула ударом посреди дороги, и она перевернулась. В результате ДТП все три автомашины понесли серьезный материальный ущерб. Сейчас подробности ДТП выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Сотрудники Ордобасинского РОВД задержали трех местных жителей, подозреваемых в совершении скатократства. Они из ружья отстреливали домашних животных, после чего разделов продавали мясо на рынках Шимкента. В поселке Бугунь Ордобасинского района мы таким образом разделали одну корову, продали мясо в Шимкенте. Стреляли из моего ружья. Я сам стрелял. Все задержанные в преступлениях полностью сознались. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли охотничье ружье и автомашину ВАЗ. Как говорят полицейские, сейчас они доказали причастность подозреваемых как минимум 10 подобным преступлениям. По факту краж скота, организованной преступной группой, возбуждено уголовное дело по статье 188, части 1 и 3. Сейчас баринтачи проверяются на причастности к другим аналогичным преступлениям. Они задержаны и содержатся в изоляторе временного содержания. Материалы следствия готовятся для передачи в суд. Материалы следствия готовятся для передачи в суд.